Автоответ Да, Александр Сергеевич Дубровин У нас, как обычно, промахнулся Акела на охоте Скоро жакал табаки его Это, почикает Да Дашуша Ну, автоответ, давай автоотвечать У нас как-то вроде политических событий никаких не произошло Особых Владимир Владимирович не отметился сегодня Никакими яркими заявлениями Да, друзья, я напомню Что любые ваши вопросы, связанные с эксплуатацией автомобилей Мотоциклов Милости прошу Отправляйте нам смс-портал WhatsApp и Viber И вот смотри, давай начнем с такого Эдуард нам пишет На Octavia A5 появилась вибрация в руле Даже на низких скоростях 40 и выше На 100 км в час и выше Переходит в биение Как при разбалансировке Как будто бы После балансировки сохраняется При этом проявляется на двух разных комплектах колес В сборе и зимой, и летом Что проверять, кроме балансировки? Привода Передние Такое бывает Вот привода надо проверить Насколько это серьезно? Это прям надо бежать? Ну, бежать, может, и не надо Но ездить так неприятно Знаешь, мы с моим товарищем Чукером Когда были молодые Тогда же сложно было с балансировкой колес Балансировали колеса следующим образом Мы задирали машину на подъемник Ну, на домкрат, вернее Ну, и это Пятую передачу Восьмерки у нас тогда были Это был какой-то, наверное, 80 Блин Шестой, наверное, год И смотрели, как колесо бьет Один едет, второй это смотрит Ну, едет на домкрате Ну, и все И как бы постепенно вот берешь грузики Приклеиваешь, пока биение не прекратится Но, понятно, сейчас так никто не делает Это, в общем, на самом деле Ну, не самый лучший способ Но, когда уже совсем непонятно Откуда вибрацию Ну, вот, нужно так вот задирать и ездить Смотреть Только ESP выключить А то она у вас дергаться будет И если машина полноприводная То задирать ее надо всю А то это самое Вы едете с домкрата Слушай, ну, судя по количеству вопросов Про мотоциклы Чувствуется, что люди С нетерпением Сезон, да, сезон Да, сезон Юрий из Нефтьюганска Спрашивает Никита Посоветуйте компактный мотоцикл Спорт-турист Раньше у меня был Yamaha XZ6 диверсия Смотрите Сейчас интересная история происходит Сейчас Спорт-туристы и тур-эндуры Они как бы сдвинулись Ну, потому что оказалось Что, в общем, довольно мало людей Ездят действительно Вот на эндуре, как на эндуре А на туристическом мотоцикле Должно быть удобно сидеть И поэтому как бы все это сдвинулось Ну, смотрите, ну, во-первых Yamaha Tracer 900-ый Замечательный совершенно Мотоцикл из недорогих Если из дорогих То 950-ая Мультистрада Ну, относительно К счастью, в мотоциклах Нет такой дикой разницы В цене Потому что вот есть Ну, грубо говоря Там, я не знаю Какая-нибудь BMW 420 купе Да, которая стоит 35 тысяч евро И есть Aston Martin Там, я не знаю Какой-нибудь Valkyria Которая стоит 435 тысяч евро В 10 раз Мотоцикле Такого, к счастью, нет И там Tracer, например Стоит Ну, если в евро То 12 А Мультистрада Стоит Если в евро То 16 Вот поэтому Тут дорого-дешево В общем, как-то Немножко сместилось Чего я категорически Рекомендую делать Это я не рекомендую Покупать маленький BMW Вот 900-ю BMW Наверное, можно купить F900 R Как она там RR называется Не помню уже Ну, в общем F900 А вот маленькую Не надо Потому что Там китайский мотор Который там стоит Он Ну, скажем так Ну, немножко не BMW Вот Но, в принципе У Suzuki есть какой-то Я просто уже на память Так на вскидку Не вспомню Короче говоря Нужно двигаться Вот в эти вот Кроссоверы Так называемые Вот туда И очень удобные Мотоциклы Это если новые покупать А если не новые Ну, собственно Можно ту же диверсию Или там Например Шестой Fizer Ну, просто посвежее Чем у вас Вот Такая Да, друзья Плюс 7903 7976333 СМС-портал WhatsApp Viber Сейчас пытаемся Разобраться с Видеотрансляцией На нашем канале В YouTube Задавайте ваши вопросы Никита Небелицкий Мужские игры Ну, несмотря на то Что у нас сегодня Какая-то Пока По крайней мере Пока Куцая Видеотрансляция Как правильно Никит Выводить мотоцикл Из зимнего Простой И готовить его К сезону Ну, смотри Я обычно делаю Следующее Ну, во-первых Надо все осмотреть Внимательно Потому что На самом деле Для мотоцикла Довольно тяжелая ситуация Когда он Долго Через сальник Проходит Сальник Дерет И Переперон Начинает течь Значит Первое Нужно убедиться Что с перьями Все нормально Это раз Во-вторых Я обычно После длинных стоянок У меня уже давно Такого нет Так как В общем Я живу там Где сезон Всегда Вот Но вот раньше Когда это бывало Я перед тем Как мотоцикл Заводить Выкручивал свечи И в общем Полу вручную Ну, за колесо Это очень хорошо Делать обычно Крутил несколько раз Мотор Залив туда Немножко ВД-40 Или что-нибудь В этом роде Потому что Опять же Иногда бывает Ну, некое Побежалось На стенках Цилиндров Тоже вот Ну, после этого Соответственно Берешь аккумулятор Его крутишь Чтобы повыкидывало Эту самую ВД-40 Дальше обратно Свечи закручиваешь И заводишь Ну, и соответственно Аккумулятор Такая достаточно Стандартная процедура Вот И давление в колесах Ну, что еще тут Все Автоответ С Никитой Небылицким Доброе утро Еще раз Это Автоответ От Никиты Небылицкой От Дарьи Гордеев Мы продолжаем Куда-то Бэк делался Машина Пишет нам Значит, машина Шкод Рапид 14-й год Айрат из Казани Пишет Подскажите Могу ли я Прикуривать Электричеством Другие машины Как правильно Это делать И какие риски Да никаких рисков нет Прикуривать можете Совершенно спокойно Единственное Лучше делать это На заведенной машине Чтобы свой аккумулятор Не высадить Ну и не путайте Полярность А так все Спокойно Можно вообще Это миф о том Что нельзя прикуривать Можно конечно Кстати, я тебе хочу сказать Что в последнее время Таких сообщений Появилось у нас очень много Ну это я не знаю Откуда это взялось Откуда звук идет Не знаю Можно совершенно спокойно Прикуривать Ну если уж совсем Хотите себя Ну вот Обезопасить полностью Ну включите на заведенной Машине Какой-нибудь потребитель Фар включить Что-нибудь вот такое Прикуривать Совершенно спокойно Ничего не будет Можно и прикуривать И тащить Совершенно спокойно Можно тоже Это тоже Откуда-то взявшийся миф Другое дело Какие-то вросы Что-ли были недавно Я не понимаю Вот свою машину С автоматом Лучше недолго На веревке не таскать Хотя опять же Почти во всех В инструкциях По эксплуатациях Написано Что недалеко Ты ее как раз тащить Можно Единственное Нужно учитывать Что в очень многих Если вы не в России Тащите В очень многих странах Запрещена буксировка Вообще Ну просто Правилами дорожного движения Нельзя тащить машину Надо вызывать эвакуатор Везти его наверху Да И везти наверху Да Ну спроси у меня Что-нибудь еще Сейчас у меня все Отвиснет Отвисло Ну у нас традиционно Рома интересуется Что лучше На твой взгляд Шкодек Кодиак Или Хенде Сантафе Ну это вопрос Вкуса на самом деле Лучше с точки зрения Ничего С точки зрения Не развалятся Они одинаково Не развалятся Цена и качество Ну не знаю Я бы на Кодиак В этой ситуации брал Но В принципе Сантафе тоже неплохая На самом-то деле машина Ну просто Это вкусовщина такая Мне просто больше нравится То есть они в данном случае Равнозначные Примерно На самом деле Все машины Примерно Вот они же Понимаешь Ну там И Хундай И Киа И там Я не знаю Шкода И вот Все остальные Они смотрят На конкурентов Они когда что-то Выпускают на рынок Они в общем Стараются Чтоб оно Примерно Соответствовало Поэтому машины Одного класса Они более-менее Друг другу Соответствуют Понятно Что если сравнивать Там я не знаю Какой-нибудь Там я не знаю Камри И Мерседес Е-класса Ну тут понятно Цена разная Совершенно То есть можно Себя утешать Что Камри Очень долго Будет ездить И так далее Но единственное Преимущество Камри Перед Мерседесом Заключается в том Что Камри дешевле Знаешь У меня был один Приятель Я давно уже Рассказывал По-моему Про это А может Нет Не помню Который утверждал Что однокомнатная Лучше трехкомнатной Квартиры Потому что Она дешевле Ну вот Если вот Из этих соображений То да А если машины Примерно одинакового Ценового сегмента То в общем Они примерно И одинаковые Другое дело Что тут Любители Да есть машины Которые Например Более комфортные Изначально делаются А есть машины Которые более Драйверские Изначально делаются Вот мне например Вообще нравятся Я не люблю Мягких машин Я не люблю Тихих машин Но это вот Не мое Абсолютно Ну кому-то Это очень нравится И кто-то вот Считает Я еще с ручной коробкой Люблю ездить А есть люди Которые вообще Ни в каком формате Не признают Причем Она не лучше Ручная коробка Мне просто больше Нравится с ней ездить Вот и все Вот такой вопрос По поводу Больших машин Пишет слушатель Нахожусь в поисках Семиместного автомобиля Сав Минивэн Наткнулся на Форд Эксплорер С шестнадцатого года Пробег Восемьдесят тысяч Цена Два миллиона Триста Интересует Ваше мнение По данному автомобилю Соотношение Цена-качество Ремонтопригодность И практичность Или может быть Есть какая-то Альтернатива Ну смотрите В принципе Машина неплохая Другое дело Что вы же понимаете Прекрасно Что восемьдесят тысяч Восьмидесяти тысячам Рознь Если человек Ну понимает Как ездить На автомобиле И не летает на нем По ямам Там я не знаю Никуда за эти Восемьдесят тысяч На нем не приехал Чтобы в колхозном Гараж сервисе Арам продакшн Кисточкой починили То тогда эта машина В общем скорее всего В ухоженном состоянии Потом где она ездила Потому что мы же Прекрасно понимаем Что восемьдесят тысяч По московским пробкам И восемьдесят тысяч Где-нибудь там В Испании По автобанам Это две разные Восемьдесят тысяч Ну конечно Если раньше Соотношение было Один к трем То вот на сегодняшний день Я считаю Что соотношение Как это не страшно звучит Один к десяти Потому что на самом деле Вот то движение Которое мы имеем На сегодняшний день В городе Оно просто ужасающее В Москве И это С точки зрения Не самого движения Не пробок естественно А с точки зрения Изнасилования автомобиля Потому что Это постоянная работа На холостых оборотах Соответственно Ну в общем Не совсем расчетном Для моторей режиме Это пробки дикие Соответственно Знакопеременные нагрузки Постоянно Вот Это довольно частые Вот эти вот Переходы через ноль Холодные пуски Недогретая машина Перегретая машина Летом То есть это просто Издевательство Над автомобилем Плюс ко всему Этому Москва Город очень пыльный И еще и вдобавок Ко всему Стополином пухом Соответственно Забитые радиаторы Некорректно Разбудивающая система Охлаждения Ну в общем Целый вот этот Огромный букет Поэтому как бы Реально Ну там Испанскую Или там Немецкую машину С пробегом 160 тысяч километров Нормально обихоженную Перед продажей Который был нормальный владелец Который за все Ей не цеплял Ну вы натурально Не отличите от 15 тысяч На пробега Московского автомобиля Ну вот не почему Даже если разобрать Ну то есть смотрите На то какая была Эксплуатация Да Потом важно На каком масле Машина ездила Потому что Дилер же они как делают Тут у них есть допуск Да Ну там сидит вот Человек у дилера Который ну экономист Называется Он естественно Находит в этом допуске Самое дешевое масло Плюс есть еще Недобросовестные люди Которые на этом Зарабатывают Но это уже не дилерские центры А вот конкретные люди Когда Вот ему нужно Например масло Клиенту своему В гараже поменять Он что делает Там же видно Что он меняет Клиент на душу висит Он просто не меняет вам масло И все Я такое кстати видел сто раз У меня приятель поехал Митсубиси у него Делать ТО А вернулся обратно У него фильтр старый Стоит масляный Я же не слепой Он грязный Вот Снаружи просто грязный В смысле что я его открутил Там посмотрел А просто ну видно Что его не откручивают Причем это на самом деле Не дилерский центр Это индивидуальная трудовая деятельность Конкретного непорядочного человека Который Ну просто вот ему нужно Клиенту масло менять Он с ним договорился Что он МТО сделает За 1000 рублей у себя в гараже Прям можно заработать 200 рублей на этом ТО А можно стырить масло и фильтр И заработать на этом все Ну понятное дело Там на крови Соответственно И все Другое дело Что к счастью В общем В крупных дилерских центрах Где нормальные Командиры Технические Его части Они обычно следят За такими вещами В общем такого безобразия Не допускают Но тем не менее Оно бывает Вот если например Там 3-4 ТО Вот так вот масло Не поменять Так двигатель ляжет Ну прямо Натурально ляжет Поэтому как бы Зависит на самом деле Надо смотреть В каком состоянии машина С точки зрения Самой машины Ну на любителя В принципе Но с другой стороны Зато цена разумная Поэтому как бы Нравится берите Да Наталья из Вологды Спрашивает у тебя Что лучше выбрать Toyota RAV4 На дизеле Или на бензине Это смотря Новая или не новая Если это пожилая машина На дизеле машину Покупать не надо Я это говорил Уже много раз Дизель очень дорого Ремонтировать И он очень неожиданно Может лечь Имеется ввиду Не сам мотор Сам мотор Как раз дизельный Живет долго Потому что Просто рабочий цикл Предполагает Более высокий КПД А более высокий КПД Меньше тепловую нагрузку Поэтому мотор Сам служит дольше Но весь саппорт Который есть вокруг дизеля Топливный насос Высокого давления Причем неважно Это электрическая система Или как это Большей частью делается Приводная система От распредвала Это форсунки Это вся вот эта Система обеспечения Его экологической безопасности Этого дизеля Это турбина То есть там довольно много вещей Которые могут Всю эту экономию Мнимую Типа я вот А зато я налоги Платить меньше Оно сожрется за один раз Потому что Есть машины У которых одна форсунка Стоит извините Тысячу евро Ну то есть Если берете новую Можно дизель посмотреть Если бы Но опять Есть ли смысл это делать Потому что дизельная машина Изначально обычно дороже А люди Которые у нас покупают машины Не проезжают сотен тысяч километров Для того чтобы отбить Эту разницу в цене Соответственно Получается Ты вроде как Переплачиваешь А вернешь ты потом Эти деньги или нет Большой вопрос Потому что Пожилые машины Что дизельные Что не дизельные Стоят одинаково Другое дело Что дизельная Быстрее продается Потому что опять же Существует штамп Что дизель Вот экономически Более оправдан На самом деле Это не совсем так Что он экономически Более оправдан Это очень сложно посчитать Там у дизеля Обычно чаще ТО Не у всех Ну зачастую И соответственно Этим ТО Тоже всю эту Экономию Ну то есть Понимаешь Тут ситуация вот какая К несчастью Нас человечество Покусало Гретол Очень давно Еще когда Грета не родилась Вот И следствием Это явилось то Что экологи Выкатили Такие дичайшие Нормы По Выбросам Автомобиля Что к сожалению Пришлось сделать Автомобили С очень высоким Температурным Рабочим циклом Они стали горячей Очень машиной Если раньше машина Работала с штатной Температурой То есть термостат Поддерживал 82 84 То теперешние машины Работают и 105 И 108 А это все же Тепловая нагрузка А тепловая нагрузка Она вообще Очень плачевно Сказывается на всех Механических деталях И поэтому Бензиновые машины Стали работать Вообще в высочайшем Режиме тепловой Нагрузки И это плохо Теперь уже Вот с этими новыми Евро-6 Евро-6 До темп Та же самая история Происходит и с дизелями И к большому сожалению Вот с этого года Еще и с мотоциклами Потому что все загнали В Евро-5 И пошло-поехало Степени сжатия 13,5 Лямбда На выпуске Мап на впуске Все это на бедных смесях И понеслось Тоже с горячими моторами Ну понятно Так, давай поехали дальше Станислав аж из Германии Прислал вот такое сообщение На Шаране 15-й год 2.0 Дизель Пробег 270 тысяч Топливо попадает в масло С чего начинать При этом двигатель не троит И сильно увеличился расход Что это может быть? С ЕГРа Начинайте с клапана Вот начинайте с клапана ЕГР Вот очень похоже на Закончившийся ЕГР Там бывает миллион вариантов Там может топливо попадать в масло Там может попадать в Антифриз В систему Ну в смысле В камеру сгорания Короче говоря Начинайте с клапана ЕГР Вот на это А дальше нужно качать голову Голову Ну потому что может быть головка Угу Точный перегрев какой-то Где-то что-то треснуло Так, вот такой вопрос Из Обнинска Никита Евгеньевич Какой мопед 50 кубов Лучше приобрести супруге Для поездок в магазин? Баба Ну опять же Новый не новый Ну если не новый Ну давай Выкидай вариант Новый и вариант не новый Ну если не новый То понятно Что самый такой вот Неубиенный вариант Наиболее распространенный Мопед на свете Это Хонда Ну любую абсолютно Хонду 50 кубовую Покупаете и понеслась А значит Если Это и не новый Если новый Ну в принципе Вообще-то Можно наверное Для поездок в магазин Китайцу купить Потому что Они очень сильно дешевле Китайцы И Ну вряд ли что Там предполагаются В магазин Ну то есть магазин Конечно разные бывают Может супруга в Милан На нем будет ездить Из Москвы На этом мопеде Там тоже магазин Ну ладно тебе Что-то уже Издевается Но если Если имеется ввиду Просто поездки в магазин Ну стелса можно купить В общем любого китайца Можно купить Вот если Действительно Функционал заключается в том Что вот действительно Проще доехать до магазина Единственное Обучите супругу ездить А то знаете Была такая история Пронесла газель на мотоцикле Я довольно долго лечился Где-то недели две А за это время Дмитрий Владимирович Савицкий грохнулся С станционного мопеда Веспа Вы как-то я надеюсь Не изговариваясь Это сделали Нет-нет-нет Он мне звонит и говорит Представляешь Говорит а я с Веспа упал Я говорю С мотоцикла упасть пафосно А с мопеда стыдно Ну стыдно-то оно стыдно Но больно Поэтому как бы это самое Ну обучите супругу На нем это Управляться Чтобы оно не шлепнулось И коленку себе Слушай, Веспа Ничего не стыдно Вот это уже Нет, Веспа-то хорошая Мотоциклетный Выпендрешь Начинается Падать с Веспы стыдно Ну 50 кубов Да что уже 40 км в час Максимальная скорость Давай поехали дальше Сейчас вопрос Который для меня В общем Имеет мало смысла Поэтому ты сразу должен Будешь объяснить О чем речь Роберт из Ростова Пишет Подскажите Есть ли смысл Вести готовый Коферейсер Из Европы Или собирать в России Бюджет 5000 долларов О чем речь Я бы собирал Я бы собирал в России Безусловно Причем можно покопать По интернет-форуму Я просто к сожалению Уже за последние 7 лет Отстал от жизни Люди в общем Переезжают с места на место Меняют стиль работы Вот например Лучше С моей точки зрения По этому вопросу Человек Он вообще уехал Он тоже Вот здесь в Испании живет Такой Тёмыч Пашков Вот Но в России Полно людей Которые умеют это делать А что это-то Это вот о чем Сейчас был вопрос Это Ходмы Мотоцикл Покупается Мотоцикл Переделывается Спасибо Есть такой стиль Кафе-рейса Такой вот Классная штука Вот я тебе то Что сегодня С Анжелиной Джоли Все я поняла Вот она как раз На Кафе-рейсе Едет А все понятно Так Очень хотелось бы Услышать мнение Никиты По поводу BMW i3 С генератором 16-17 год выпуска Наталья из Казани Смотрите Наталья Во-первых так Во-первых BMW Перестал ставить На i3 Вот этот свой Реф-экстендер Ну или не реф Как-то экстендер Короче говоря Вот этот самый генератор Потому что В общем Чего-то там не пошло Я честно говоря На генератор Обычный И третий Я ездил На генератор Я не ездил Но я не уверен Что он вам Прям так уж нужен Не пытайтесь На всякий Знаешь Это вот Как люди Не ходят же В большой театр В болотных сапогах И в камуфляже Потому что они раз в год Ездят на охоту Вот примерно То же самое 3F-экстендер Не обязательная штука В общем У машины Обычно Вот этих ее там Ну у BMW Там 150 километров У Tesla Там 350 километров Автономности Их хватает Но с BMW Нужно иметь Несколько вещей в виду Смотрите BMW относится К той категории Электрических машин Которые разрабатывались Еще до Эпохи того Когда машины Делали для того Чтобы на них Было приятно ехать Электрически Это такая машина По принципу А зато На бензин не трачу То есть Это узкие колеса Спереди Это Плохой держак Это плохая рулежка Ну то есть Не надо воспринимать Ай-3 Как вот современный Электрический автомобиль Это не современный Электрический автомобиль Это не Peugeot 208E Это не там Ford Это Fiesta Электрическая Это все-таки Машина Вот из той еще Эпохи Ну если условно Вот очень условно В кавычках Есть такая машина Mitsubishi Аймиев А зато не пешком Я ее называю Это такой мелкий Электрический автомобиль Который вот Единственное что способен Это ввозить человека Из точку А в точку Б Чтобы на него Сверху не капало Во время дождя И чтобы он Не замерз зимой Вот и все Вот его вся задача То есть Кайф от управления Здесь нет Ногами там как мультики Не надо перебирать Не-не-не-не В нем сидишь нормально Он Просто он чуть-чуть Больше Аки размером Вот Ай-3 Конечно больше Но тем не менее Мы вообще С этими двумя машинами А третья А восьмая Не очень вышла Они попытались Сидеть на двух стульях Когда на двух стульях Разум сидишь Мужского пола Есть шанс Сидишь в мужского пола Человек То есть шанс Что-нибудь прищемить Поэтому как бы Вот так и получилось Они Мужская марка Не в смысле Что мужчины ездят Все понятно Не уточнили Они прищемили Поэтому вот Вот от этого Я хочу предостеречь Во всех остальных Отношениях Автомобиль сделан Как все Достаточно качественно Достаточно Продуман Просто Они не попали То есть они туда Куда они продумывали В это направление Они не попали Ну понятно Так Дмитрий Схантамансийско Пишет Владею Субару Импреза Седан 2007 год Механика Пробег под 200 тысяч Поджирает 300 граммов На тысячу Чего ждать От оппозитного Двигателя Дальше Ничего страшного Во-первых Оппозитные моторы Жрут По понятным причинам Потому что Когда у вас машина Стоит Вот стоит Заглушенная У нее все равно На стенках цилиндров Есть какое-то масло Оно не стекает Вниз Поддон картера Поэтому оппозитный мотор Жрут почти все Жрут 911 Porsche Жрут оппозиты BMW Жрет оппозитная Honda Halkyrie Goldwing Немножко То есть это не обозначает Что эта машина Жрет вот Что нужно литрами масла Доливать Скорее всего В принципе Даже вот там От замены до замены У вас уровень не уйдет Но они жрут Это первое Во-вторых Смотрите У Субара слабое место Это вот головогрудь Я ее называю То есть это вот То где сидит коленчатый вал Но если бы эту машину Не Надули До безобразия И причем Надули неправильно Как у нас это любят делать Мы сейчас тут Чипик закатаем А то что там детонация В половине режимов движения Это не важно Вот если она Не надута до безобразия То в принципе Субаровские моторы Конструктивно Очень долговечные Поэтому 200 тысяч Если по мотору Это немного А во всех остальных отношениях Битая не битая Яма не ямы Крашеная не крашеная Ну вот это стандартный Набор вопросов Ну то есть Вот это вот Как бы нормально Но 300 грамм масла на 1000 Для оппозитного мотора Не вот для мотора Обычного Не оппозитного Да Вот я бы уже начал Обращать внимание Потому что вот этот миф Который Посеяли дилеры Для того чтобы Снять себе проблему По гарантии Что мотор должен Жрать до литра На 1000 километров И это не проблема А глупость Исправный мотор Не должен жрать масло Вообще Вообще Ни капли Если мотор масло Жрет Значит он Что-то не так А дилер Себя просто обеспечивает Ну не дилер вернее А даже Производитель Обеспечивает Это приставание К нему По поводу Гарантийных случаев Потому что Я уже рассказывал Про Милоприятеля Дима Баранова Который в Порше Командовал У них был человек Больной Аэрофобии Который постоянно Мотался в Европу Который накатывал По 400 тысяч километров В год Или там По 300 тысяч километров В год На Каине А так как Два года гарантии То поди Вот и чини 600 тысяч На Каин На халяву Вот чтобы этого не было Друзья Это мужские игры Никита Небулицкий Оставайтесь под Серебряным дождем Мы скоро продолжим И мы продолжаем Для тех Кто смотрит нас в ютуб Ну Никит Я хочу тебе сказать Ты кстати Очень давно Обещал Рассказать об этом В эфире И вот может быть Наконец-то Сейчас пришло время Пишет нам Анна Под видеотрансляцией Доброе утро Никита Как хрупкой девушке Ухитрится поднять Тяжелый мотоцикл Если он падает А смотрите Это достаточно простая Конструкция По большому счету Даже проще чем я расскажу Вы наберите в ютубе Как поднимать мотоцикл Но делается это Следующим образом Вы становитесь к мотоциклу Спиной Своей попкой Садитесь на его сиденье Так Берете его Сзади за ту руку За которую держатся пассажир А спереди за руль Вывернув руль Так чтобы у вас Та ручка внизу За которую вы беретесь Была к вам ближе Чем верхняя И дальше на ногах Просто так вот встаете Единственное Я очень хочу А то есть ты практически Как рычаг в этот момент Сам собой Да в том-то и дело Ты во-первых Все делаешь ногами А во-вторых Ты делаешь в упоре У меня например Девушка Которых я учил 52-килограммовая девушка Легко поднимает Харлей Ультраглайд Это там Под 400 килограмм веса Вообще без проблем Значит смотри Стандартная ошибка Которую все совершают Почему-то Я не знаю почему По какой причине Мотоциклы обычно падают На На месте Когда падают Падают на левый бок Вот И есть проблема Что его слишком сильно Можно поднять И он свалится В другую сторону Следите за этим Вот А так Это довольно не сложно Короче говоря Нужно в упор И поднимать мотоцикл ногами Это не сложно Бывает ситуация Когда мотоцикл Например Упал Не под прямым углом Грубо говоря Дорога не плоская А у нее обратный уклон Вот тогда это сложнее Потому что Ты не туда пихаешь Но Когда бы Вот обычным способом Упал мотоцикл Его достаточно легко поднять Кстати говоря Вот Нас так все любят Эндуру А в Хонду Африка Твина Вот КТМ ругают 890 и 790 Я всех хочу Предупредить Эндуровские мотоциклы При правильном использовании Периодически Падают Хонда падает Плаш мя Поднимать ее Тяжело А КТМ падает На щеку бака И он всегда стоит Под правильным Для тебя углом Даже если дорога Соответственно Ты делаешь Шестой или седьмой Раз за день То ты очень сильно Почувствуешь Эту разницу Да Слушай Ну и здесь надо еще раз Акцентировать Что подъем В этот момент силы Должна распределяться Именно на ноги Потому что иначе Ребят Сорвете спину Делается вообще Все ногами То есть ты упираешься В него И ногами вот идешь И он у тебя поднимается Ничего там такого сложного нет Это только выглядит страшно Так же в точности Как страшно выглядит Умение на мотоцикле Стоять на месте Не поставив ноги на землю А стоя на подножках Очень просто научиться Возвращаемся в эфир Друзья Это рубрика Автоответ С Никитой Небылицким Да Доброе утро Автоответ Никита Небылицкий Мы тут пока Говорили для наших слушателей Которые у нас Не только слушатели Но и смотрители В Ютьюбе И я сказал Что достаточно Несложно научиться Это нужно Для людей Которые хотят Поиндурить Поездить по бездорожью Стоять на мотоцикле На месте Не поставив Ноги на землю Ну то есть Стоя ногами на подножке Для того чтобы Не падать с мотоцикла Только учишься Наверное можно На самом мотоцикле научиться Очень просто Знаете Есть такая штука Называется гимнастический мяч Вот такая здоровая Но двумя штука В любом фитнесе есть Вот Идешь в тот самый фитнес Покупаешь разовый абонемент На один билет И Первое что делаешь Это садишься на этот мяч И учишься на нем сидеть Не ставя ноги на землю Ну просто вот сидеть Подняв ноги Это довольно не сложно То есть Я не знаю Любой Даже самым плохим Вестибулярным аппаратом Человек Научится За час Следующий этап Нужно взять И научиться на нем Стоять на коленях На этом мяче Ну это чуть дольше Это может быть два часа И вот когда Эти вот два Сакральных знания Получены То дальше Нужно научиться На нем Встать на ноги И стоять на ногах Это дольше Я беру Причем Крайний случай Человек Которого совсем плохо С вестибулярным аппаратом А дальше ты идешь К мотоциклу И пробуешь И выясняешь Что это настолько просто Главное Что там падать Не больно Потому что там пол Обычно мягкий Ну и как бы И мяч Разбить Не Ну есть конечно Уникальные люди Которые умеют Сломать все что угодно Но в общем Мяч этот сломать Сложно Согласись Соглашусь Да Алексей пишет Там из Москвы Друзья Мы продолжаем Рубрику Автоответ У Алексея Вот такая проблема Он пишет Вот уже Десять лет Сталкиваюсь С проблемой Работы дворников Машина Мерседес Си Ц Ц 180 Двенадцатый год выпуска Сначала Сначала Идет Взмах По сухому стеклу Которая царапается А только потом Вылетает жидкость По логике Должно быть наоборот Сначала жидкость Потом работа дворников Писал в представительство Мерседес Обращался к дилеру С просьбой Переписать программу Компьютера Но они говорят Что такое невозможно Неужели это нельзя Исправить Стекло очень быстро Получает царапины Пишет Алексей Не ну слушайте Во первых так Нет того Чего нельзя Исправить Как сказано В гениальном фильме Формулу о любви Если один человек Построил Другой завсегда Разобрать сумеет Вот Но просто Дело в том Что экономического Эффекта в этом Исправлении Не будет Написать другую программу Для этого нужно Влезть в мерседесовскую программу Получить исходный код В общем написание Этой программы Будет вам стоить дороже Чем десяток Замененных текол Есть очень простое Решение этого вопроса Вот берете И периодически Делаете антидождь Стеклу Антидождь В этом случае От дождя вам особо Не поможет Он вообще От дождя особо Не помогает Но зато Он не будет давать Дворникам Ваше стекло задирать Если вы его Периодически будете делать Задираться будет Вместо него антидождь Который вы потом За три копейки Восстану Слышите Ну вот собственно так А по другому не сделать Да это Конструктивный Пролюб Как я вошел Пролюбили Так Вопрос по коммерческому транспорту Посоветуйте пожалуйста Недорогой Надежный рефрижератор Для перевозки Охлажденных молочных продуктов Размера От Лада Ларгус До Газели Ну я говорил уже Что мне больше всего Дукаты и Века нравятся Ну Вот Либо ее Либо ее Ну потому что С моей точки зрения Volkswagen и Mercedes Переоценены Вот Ну Кстати говоря Подумайте Насчет Газели Нефть Смех Смехом Действительно Вот молодцы Они на Горьковском заводе Они сделали В общем достойный автомобиль Он похуже Чем Виномарки Но Не настолько Насколько Дешевле То есть Это не китаец Это нормальная машина А то есть Прям 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 Можно А это самое С точки зрения Режераторного оборудования Вот практика Моего бизнеса В Испании Показала что У термокинга Нету Альтернативы Ну в смысле Она есть Но это все хуже Термокинг Он термокинг и есть Илья из Пензы Спрашивает Никита Что скажете Про двигатели С напылением Вместо гильз Они капиталятся Ну Смотря что Произошло Если задрало То после этого Гильзовать надо Если есть куда То гильзуется Но в принципе Я вам скажу Такую штуку Вот в свое время Если Василий Иванович Крыль Президент Федерации Картинга Который собственно Говоря и создал Вот в России Ситуацию При которой Вот такое Дикое количество Молодых людей У нас стало ездить На мировом уровне И вот мы видим Никиту Мазепина Формуле 1 Квиаты видели Вот это все Благодаря Василию Ивановичу Василий Иванович Для того Чтобы прекратить Гонку вооружения Отменил все Вот бывшие Советские Классы мотоциклов То есть Макаку На минской Вот основе Потому что На самом деле Вроде как Двигатель дешевый Но дальше Его надо было Подготовить Это двигатель Четыре раза Мощнее Стандартного Это стоило Астрономических денег И ввел Жесткий монокласс В детях Который назывался Мини-85 И ракет-85 То есть С 7 лет Это мини А он Чуть постарше Это ракета Вот этот двигатель Он с негосильным цилиндром Причем Это двухтактный мотор Очень Иногда нагруженный Температурно нагруженный Так На воздушном охлаждении И очень высокооборотистый По сравнению с автомобилем И я вам скажу Такую штуку Что Там единственное Что можно было делать Пилить ничего было нельзя Потому что Двигатель с напылением Василий Иванович Пилить запретил И никаким образом Ты не спрячешь То есть Мы честно Мы пытались Разным способом Замаскировать Ну конечно Но ничего не получается И так И сяк Мы с Колей Косяным Вот Всяко старались Не вышло ничего Вася ловят Вот Ну тогда решили Ну что Надо же что-то делать Как-то вот Помогать детям Выигрывать Мы стали заниматься Селекцией Ну то есть Грубо говоря Покупаешь штук Там 50 цилиндров На стендах Ставишь на мотор Из 50 цилиндров Выбираешь Три Остальные куда-нибудь Деваешь Потом еще 50 Ну вот там Вот постепенно Вот из них Выбираешь Получается Селекционный цилиндр Ну где-то отливочка Не так легла Где-то там Котель чуть получше лег Зато когда этот цилиндр Получил Он вечный Он потом по наследству От одних детей Другим передается То есть ничего Ему не делается На самом деле Двигатели с напылением Бояться не надо И существует Несколько мифов Причем Знаешь Вот удивительно Их в интернете Распространяют даже люди Которые в технике Понимают Есть там такой Стас Михайлов Он хороший Делает всякие В ютюбе штуки Исторический Про автомобиль Снарик хорошо написан Снят хорошо Ведущий он хороший И в машинах Он реально понимает И вот он говорит Что вот Типа если форсунка Подливает То у вас Цилиндр богатый Детонация Детонация значит Убивает стенку Ну я только стесняюсь Сказать что как раз На богатой свече Никогда в жизни Детонации не будет И борьба с детонацией Как раз Так и происходит Что делается Матгами Когда они видят Детонацию Они с одной стороны Делают позже зажигание С другой стороны Заливают Смесью То есть Детонация Это же Следствие Это что такое Это точное горение То есть Никогда у вас Одновременно вспышка В цилиндре происходит Когда она В нескольких местах Разом происходит В цилиндре Она от чего Она от температуры Происходит Чем беднее Чем беднее смесь Тем горячее Она горит Вот Поэтому как бы На самом деле Ну это миф На что Обязательный Некосильный цилиндр Должен порушиться Просто Что нужно делать Нужно Есть на хороших маслах Зачем А зачем Что на самом деле Стенка-то мажется Если с посуху Драть Наполеонную стенку Кромированным кольцом Маслосъемным Да А масла там нет И снимать нечего То понятно Что хром Он крепче Он сдерет В конечном итоге То есть Надо менять масло Вовремя Надо ездить На чистом радиаторе Потому что Что такое грязный радиатор Это Температура Высокое горение Температура Высокое горение Это как раз Та самая детонация Которая все что угодно Грует То есть Нужно за этим следить Но если за этим Нормально следить То некосильные двигатели Живут Ничуть не меньше Чем Гилизованные Поэтому как бы Не знаю Бояться не надо Но в принципе Закопитать можно Все что угодно Но еще раз Если один человек построил Другой завсегда Разобрать сумеет Тут от меня все зависит Да Андрей из Екатеринбурга Вот такой вопрос Тебе задает Никита скажите Какой пидбайк Новый Купить 13-летнему ребенку Как первую технику Не подскажу Про пидбайки Я вообще ничего не понимаю Там своя Ну то есть Я слышал Что вроде там Хорошие полини Пидбайки Но я абсолютно В этом не уверен Потому что Это вообще не моя тема Ничего не знаю Про них Так хорошо Сергей из Москвы Интересуется Никита подскажите Пожалуйста Как вам в качестве Первого мотоцикла Дукатти Скрэмблер Айкон Ездить планирую Немного по межгороду В основном город И пригород В том числе Проселочные дороги Слушайте Ну давайте так Скрэмблер В принципе Мотоцикл модно Это не мотоцикл Чтобы куда-то ездить То есть Ну может быть Вы все-таки Подумаете Купите не скрэмблер Потому что Что такое скрэмблер Это вот такой Отсыл к старым Кроссовым мотоциклам Как межгород На скрэмблере Это вообще забудьте Просто вообще забудьте Это неудобно вообще Поэтому как бы Ну может все-таки Мультистраду Девятьсот пятьдесятую А не скрэмблер Я понимаю Что стильно Нарисовали себе Картину Суровый мужчина В кожаной куртке Вот все дела Но давайте Все-таки понимать Если вы собрались На мотоцикле ездить Прости Вопрос Если выбор Между красотой И удобством Передвижения На дальние расстояния По-моему Выбор очень виден То что описано Это совершенно Я бы вот точно В этой ситуации Думал о мультистраде Да она подороже Мультистраде Ну слушайте Мотоцикл Не машины Его покупают Надолго И вот эта вот Разница в цене Там между Скрэмблером Мультистрадой В четыре тысячи евро Она у вас Просто Много дольше проездить Или на два Поэтому как бы Я тут кстати говоря Знаешь Кохма ради Вот Я же большой Нелюбитель Большого БМВшного гуся Я уже давно И планомерно говорю Что мне этот мотоцикл Мне нравится Это Ну это моя точка зрения Что это в общем Гольные понты И я просто взял Вот во втором Залез Набрал там БМВ 1200 ГС Адвенчир Их вот на сегодняшний день В автору 37 штук Я взял Во первых Ну Мир Все годапы Которые есть По мотоциклам Все пробеги Которые есть По мотоциклам И посчитал Сколько в среднем Продаваемый мотоцикл Проезжает в год Причем я почему-то Именно 1200 ГС Адвенчир брал Потому что Они все довольно свежие И они все с БМВшной И в истории обслуживания То есть они куплены В России Соответственно Там спидометры не крутят Ну невозможно скрутить Можно посмотреть Как человек ТО делал И так далее Ну и оказалось Что человек на этом Адвенчире проезжает В среднем В среднем 4100 км в год Ну окей У нас сезон короткий В Москве Там 6 месяцев Допустим Но Слушай Люди покупают Адвенчир Высоченный Мотоцикл С претензией на то Чтобы быть туристическим Для того Чтобы проезжать В день На этом мотоцикле 40 км Это Извините Зачем Это в этом Какой тогда Смысл Зачем ездить По городу На этом мотоцикле Неудобно Ездить по городу Нет Ну понятно Да Это согласно Иван Из Пятигорска Интересуется Как тебе Вольксваген Сирока Стоит ли покупать Дорогой ли он В обслуживании Он в обслуживании Абсолютно такой же Как обычный гольф Ничего такого В нем дорогого нет Машина клевая Единственное он Короткоходный По подвеске Достаточно жесткий У него ребенка Был Сирока По-моему Вторая что ли Машина была Да По-моему Вторая его машина Была Сирока Нормальный автомобиль Единственное Машины старых годов Выпуска Которые с первыми Коробками ДСГ Пока там еще Не разобрались С мехатрониками В общем Там мехатроник Приезжает Тысяч за 60 На ДСГ Ну в принципе Во-первых Сейчас по-моему Есть какой-то Старый мехатроник Какой-то мехатроник Новые модели А во-вторых Их настолько хорошо Насобачились чинить За эти годы Что в общем Можно и поменять Так смотри Вот такая история От Светланы Из Твери Которая пишет Подскажите пожалуйста Lexus NX200T 15-й год Пробег 220 тысяч Осенью Поменяли коробку передач Сейчас Полетела Цепь ГРМ Что посоветуете После ремонта Ездить дальше Так как будет Полностью Отремонтирован Или уже продавать И менять машину Это был первый Серьезный ремонт За 5 лет Пишет Светлана Смотрите Проблема японских Автомобилей Заключается в том Что они Обычно Вот как сыпаться Начали Так сыпаться Продолжают То есть он просто Видимо приехал К тому своему Вот пределу Когда у него Большое количество Всякого разного Частей Просто пришло Вот уже Я бы продавал Такую машину Если Нет желания Вот прям капитально Его починить И проездить Еще 250 тысяч Так тоже можно Ну то есть если прям Вот очень нравится Но похоже на то Что вот с этим Двухлентровым Турбомотором У Лексуса Вот примерно Такой вот ресурс С вашей эксплуатацией Приезжание К своему Логическому концу Хотя судя по пробегу Наша слушательность Не только в городе Машины эксплуатируют Ну то есть Пописать Понятно Слушай Я очень много Я сейчас Предвкушаю Твою реакцию Но сегодня Прямо обвал Вопросов Про китайцев Черри Про вот этот вот Нет Ну Никита Ну пожалуйста Ну у вас Слушатели Ну нет Ну нет Ну смотрите Сейчас через Ну скажи очередной раз Что ты думаешь Про этот автомобиль Я думаю Что китайские машины Пока покупать не нужно Вот что я глобально Про них думаю Я понимаю Что они стали Ребят Кончайте ему Вопросы Про китайские автопромы Задавать Очень Очень Оснащенные Относительно Дешевые Но китайский автомобиль Пока автомобилем Не является Хотя Многие китайцы Там Гилли тот же самый Изо всех сил Стараются покупать Европейских производителей Поперенять У них возможность Все таки делать Умение делать автомобиль Просто надо понимать Такую штуку Не надо воспринимать Китайский автопром Который недавно Водник Вот типа Они научились Как корейцы И понеслась Вот у корейцев Действительно Недавно возник автопром Поэтому когда В 90-е годы Мы ржали Над Хундайпоне Все дружно Сейчас В общем Был понятно Что рано или поздно Это произойдет Вот оно произошло То есть на сегодняшний день Хундая Киа Или Вольксваген Это в общем Примерно Одного уровня Автомобиля Ну плюс-минус Так же как там Я не знаю Телевизор Самсунг И телевизор Телефонген В 90-м году Воспринимался Ну Самсунг Как цирк Ну Лжи Назывался Гольдстар И в общем Человек с телевизором Гольдстар Был ну в общем С приговором Вот То есть от корейских телевизоров Чем-нибудь хуже Чем Телефонген Да Проблем в том же Телефонген Никакого уже нету Один корейский Остался Вот Та же самая история С корейскими машинами С китайскими машинами Ситуация не такая В Китае автопром Существуется на 1949 года И Китай не умеет Делать машины Потому что Китай не умеет Делать машины А не потому что Они недавно начали Ну вот Такова жизнь Если они Купят нужное количество Компетенции Если они купят Нужное количество Инженерных Вот тогда Может быть Когда-нибудь и будет Пока это Не произошло Так хорошо Быстренько давай До перерыва успеем Вопрос Алексей Из Барнаула Пишет вопрос Исузу Бигхорн 2000 Все время горит Чек на раздатке Система ТОТ Все проверили Датчики рабочие Ошибку Компьютер не выдает Что это может быть Сломали Просто всю голову Не ну подожди Если компьютер Не выдает ошибку А чек горит Чек же должен Как-то в компьютере Записаться В связи с чем Он сгорел Чек Так Алексей Пришлите уточняющие Пожалуйста Во-первых Во-вторых Во-вторых В таких ситуациях В общем Высока вероятность Того что надо Самому лезть Копаться Я так вот По радио Поставлю Диагноз не ставим Да Мужские игры Никита Небулицкий Оставайтесь Под серебряным дождем Скоро продолжим Так Продолжаем Автоответ Я конечно Слушай Видимо Что-то где-то Я не пойму Опять какие-то Пошла активная Реклама Китайцев Потому что Сегодня Я же не просто Не задавай мне Больше вопросов Про китайцев Про черри Это уже Количество сообщений Достигло критической массы Потому что Они дешевые Типа человек Думает Ну вот как Чего я буду покупать Вольксваген Пустой за 2 миллиона Когда я черри Куплю за 1 миллион 800 Битком набитую В этом логика Какая-то есть С точки зрения человека Но просто Понимаете в чем дело Когда у вас будет Битком набитая машина Но при этом не ехать Нет Музыку вы с ней Можете послушать Ну как бы Уже неплохо В принципе Да Так Господи Я смотрю Что под видео Трансляции Пишут Нам какие-то Набежали Прямо тролли Китайские авто Гниют Беспощадно И безопасность В них никакая Пишет Максим Не во всех Не во всех Вот в этом Проблема китайского Автопрома Китайская автопрома Это лотерея Повезло Не сгниет Не повезло Сгниет Или вот как Вот эти вот Забыл как они Называются Тоже Очень модные машины Их завод Даже в России Построили Они вдруг гореть Ни с того Ни с сего стали Машину поставил А она как это Сердце Данку Восплав Как бы Не повезло Не повезло Так Вышел на байкерскую Пенсию И наконец-то Харлей Спорстер XL 883 15-й год Знаю что не едет Попробуй Но счастье байкера Никуда не денется От приобретения Харлею не надо Никуда ехать Он нормальный Абсолютно Он едет Ровно так Как должен ехать 883 спорстер Отличный мотоцикл Правильно сделали Что купили И вот это вот Ну вот он такой Он не должен ехать Но мы же с вами не ждем Что извините Какой-нибудь там Land Rover Defender Будет мчаться Как Ferrari FF Ну глупо же это Вот та же самая история И тут Харлей 883 Прям вещь А вот кстати говоря Спрашивает у тебя Павел Под видеотрансляцией Не хочешь ли ты К вопросу о китайцах Когда-нибудь Их электрические автомобили Обсудить И кстати Похожий вопрос В нашем ватсапе Распространяется ли Твое мнение о китайцах И на их Электрические машины Я не знаю Я знаю Что у меня товарищ С китайцами Подписал договор На продавку их В Германии Удел сертификат Продал 400 машин И китайцы Обморозились С точки зрения Поставки запчастей По гарантии Да ты что Вот это я знаю точно Сейчас мой предприятие Прямо решает эту проблему Потому что он Немецкая компания И потребителю Им все равно Кто там обанкротился Не обанкротился Надо полагать Обборозился Не обборозился Платит он Вот Поэтому у меня пока нет Этой тему точки зрения Автоответ С Никитой Небылицким Да доброе утро Еще раз Осталось у нас Еще Семь с половиной минут Да быстренько Давай Побежим по сообщениям Вот такой вот вопрос От Татьяны Она правда так начинает Очень Скромно Может быть это смешной Для вас вопрос Сразу могу сказать Не смешной Но посоветуйте пожалуйста Электросамокат Для 60-летней женщины Чтобы новый Для поезда К на дачу Есть по дороге Километров 5 Грунтовой дороги Смотрите С грунтовой дороги Ситуация такая Ну то есть По большому счету Покупайте Дуалтрон Причем желательно Полноприводный Потому что У него Во-первых Нормальная автономность А раз есть Километров 5 Грунтовой дороги Значит всего там Ехать довольно много Дело в том Что когда в самокате Написано что у него Там 20 километров Вот как сегодня написано Это неправда У него на самом деле В два раза меньше Итого 10 А вот в Дуалтроне Написано 70 То это значит Что вот гарантирован Он там свои 35 Проезжает Это раз Во-вторых Я говорил уже У меня есть Дуалтрон Тандер Самый быстрый Из того что у них В тот момент было Сейчас по-моему Есть что-то быстрее Вот Который у меня проехал Уже больше 25 тысяч километров Единственное что в нем Произошло Это в нем сломалась Тормозная машинка На заднем тормозе Верхняя Так вот она Итальянская Тормозная машинка А не китайская По китайской части В нем все Цело Работает Живо Ну да батарейка Немножко с точки зрения Емкости подсела Но это в общем Без разницы Было 80 Осталось 70 И Я в Дуалтрон смотрел На самом деле Да по нему Он дороже Но потому и дороже Что лучше Вот Вы же хотите Самокат не который Вы будете чинить На котором вы проездите Ну надо полагать Конечно А вы хотите Купить и ездить На нем долго Именно поэтому Такая прям акцент На то что новый Поэтому ничего там смешного нет Это замечательное Совершенно транспортное средство Электросамокат Вот что я вам скажу Очень удобное В пользовании Решающее кучу задач И вот с точки зрения Приобретения мобильности То вот Как бы Три есть Ипостаси Да Есть Автомобиль Есть Мотоцикл Есть Самокат Вот они Совершенно равнозначные Ипостаси Потому что Все вот Велосипед Я не считаю Такой ипостаси Электровелосипед Тоже не считаю Такой ипостаси Потому что он занимает Место ровно Столько же Сколько Мотоцикл Только при этом Едет гораздо Медленнее И на нем Гораздо менее Удобно Вот Самокат Место занимает Ну, вот там у меня В двух километрах от меня Остановка этого скоростного поезда Который в Барселону едет Я, соответственно, доезжаю до этого поезда Самокатом в него загружаюсь Через 20 минут я в Барселоне До которой 100 километров Там на Сан-Фи я вылез И вот я там по всему центру Барселоны Начинаю отжигать Потом так же обратно, очень удобно То есть это решает массу проблем Замечательная вещь электросамокат Вот не все эти моноколеса Это все игрушки и сигвы Равно как электровелосипеды То есть вот когда велосипед обычно Понятно, это тренажер Для эмоциона, здоровья и все такое Электровелосипед вообще штука непонятная Вот все недостатки мотоцикла В одном флаконе И все недостатки велосипеда Одновременно с этим Ну, то есть максимально странная вещь Так, поехали дальше Слушатель нам пишет Алярм, мое любимое радио Вопрос, Туарек, восемнадцатый год Дизель Двести сорок девять лошадей Проблемы с распредвалом Идут стуки Как их выявить И что если Что будет, если не менять О-о-о, будет Нет, будет Если распредвал ломается Такой в Туареках бывает дизель И то у вас Клапана достанут до поршни И будет компот Менять надо Что тут делать Больше ничего То есть это неоткладываемая проблема Это не прогнозируемая проблема Оно может прожить 20 тысяч километров А может 2 километра А можно сейчас накрыться Понятно Да Подскажите, пожалуйста Стоит ли брать Опель Астра В кузове Я так понимаю Это H Или русская N Мотор 1.6 Механика Николай Спрашивает Да, неубиенный абсолютно Автомобиль можете брать Его сломать, по-моему, нельзя Если атомная война случится Выживут крысы, тараканы Опель Астра И будем на вас ездить Николай Да Сергей Сочи спрашивает У меня Пежо 301 Один хозяин Коробка не механика Пробег 35 тысяч На очень малой скорости Особенно на спусках При небольшом торможении двигателем Слышу какое-то непонятное Тут Сергей попытался изобразить Вафф, вафф, вафф Звуки Напоминает коробку Жигулей Звук с переменным звучанием Не сплошной Что это может быть? До этого лоханулый Под уклоном скатился Вперед на включенной Задней передаче Пишет Сергей Ничего это На самом деле Его просто раньше Внимание не обращали Это просто Рот у вас Так вот звучит коробка На спуске Под уклоном То есть одно с другим Никак не связано Да А так как вы скатились Не усмотрели И так далее Вы начинаете Вот Это знаешь история С типом Машину вымыл Она быстрее поехала Только в обратную сторону Ну понятно Слушай, когда ты понимаешь Что что-то там не то сделал Конечно, ты начинаешь прислушиваться И потом сам себе Придумывать А дальше ты начинаешь уже Конечно Воду в воду в коленке Родильную горячку У себя только не обнаруживаешь А все остальное есть В трое лодки Не считая собаки Смотри Вопрос такой От Ани из Москвы Она пишет Умираю Как хочу Ауди ТТ МК-1 Но Все отговаривают Якобы из-за Дорогого и систематического Ремонта Правда ли это А то прям это машина Мечты Пишет Аня Ну насчет систематического Просто МК-1 Девушка не молода уже Вот Но надо иметь ввиду А, машина алюминиевая Это Додога Ага Обычный гольф По начинке Причем с любым мотором И 180 силы 200 и 225 Это обычный гольф Ну просто ЖТИ или Р Ну То есть Ничего там такого Особо дорогого нет По механике Там ничего страшного А вот По Узовщине Это да Так Друзья Я напомню Что рубрика Автоответ У нас Каждый понедельник Пенедельник Да В 10 часов утра Готовьте ваши вопросы Отправляйте их Никите Небылицкому Завтра мы вернемся В 10 у нас традиционно Насколько я помню Максим Шангаркин Эколог Будет в студии Да, ты правильно помнишь Смотри Вот у тебя память Не то, что Некоторые номер телефона Каждый день зубрят Да, я смотрю У меня тут написано Друзья Я напомню Что это и другие программы Вы можете пересмотреть И переслушать На ютуб канале Серебряного дождя Заходите Подписывайтесь Комментируйте Конечно же Ставьте лайки Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому